Но получилось два. Получилось два, но ничего страшного. Всякое бывает. Он был уже готов на три, ты же понимаешь. Красный угол! Добрый! Нормально сидим. Ох, моя песня, любимая, Санек. Вот он, товарищи, вот он, товарищи! А вот это интересный будет бой. Реально интересный. Хорошо прокаченные парни, хорошая техника. И видно, хорошая мышечная масса. Нормальные, отработанные уже удары. Есть свои связочки, комбинации. С чего вы решили, Александр, что есть связочки и комбинации? Вы можете читать по-моему человека о его подготовке. Только что придумал, Саня. Да, 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 я и думаю, как вы судите. Смотри, смотри, он настроен хорошо. Это уже настрой, это полдела. Это почти у всех. Саша, поверьте моему жизненному опыту. А вот добрый в красном углу ринга и вызывается оппонент в синий угол. Это будет хороший техничный бой, где будет хороший накал. Чувствуешь, я говорю, как бабушка Ванга. Может быть, вы правиться пойдете? Немножко по Вангую, как говорится, Александр. Среди. Реально будет хороший, приятный такой мягкий, нежный нокаут. Тихо гаснет свет. Работаем три раза. Ты встаешь, а тебе говорят, попей бульончик, братишка. Ты уже лежишь неделю. Готов. А почему, Саня, это взял? Потому что парни весом 80 килограмм и видно, что напряжены, как две пружины от лэндкрузера. А почему лэндкрузер-то? Потому что хороший, надо таскать кузов на себе, чтобы быть такой пружиной. Я вас тут услышал, Александр, я понял. А теперь смотрим бой. Давай. Парень по прозвищу колону уже участвовал в наших пыгинках. И он нам знаком. Опа, смотри, работа по этажам. Ну нет, это разведка для начала. Разведка по этажам, хорошо. Ну смотри. Ну не совсем разведка. Правый, левый, левый. Опа. Смотрите. Твои любимые оплеухи, Александр, по ушам. Что делать? Надо, иногда надо, иногда помогает, иногда работает. Ага. Корпус, смотри, работа по этажам, Александр, я был прав. Пытается добрый показать финт, поднимает правую руку вверх. Разматывает, смотри, разматывает, очень уверен в себе. Хлесткий удар, жесткий. Прямо к нам. Внимательно к движению головой. Хорошо, колонна пляшет на ножках тоже. Оба, Саня, напряжены. Опа, провалился. Провалился, зарядился на удар и провалился колонна. Зарядился прям, слушай, как ракетница какой-то зарядился. Да, толчок был неимоверный. О, хорошо, правый. Сильно заряжаются, парни. Не напряжены. Говорится, не опускают. Есть, хорошая оплеуха, Саня. Размен. Стоп. Хорошо. Клинч, разошлись, парни. Ну что, господа, нравится? Побольше надо ударов, побольше точных ударов. А дальше будет нокаут, Саня, я тебе говорю. Должен быть. Реально. Я в реальном времени комментирую этот бой, и я вижу, что парни заряжены на хороший нокаут. Александр, если вы такой провидец, скажите, в чем исполнение будет нокаут, синий или красный? Этого я пока не вижу, Александр, глаза пока туман. Хорошо, вопрос второй. В каком раунде будет нокаут? Саша, второй раунд, это будет нокаут. Ставки принимаются? Александр, вы уже поставили свою машину. У меня нет машины. Вы пока не знаете. Бакс. Так, ну что? Правый прямой, двоечку, советы разные. О, смотри, как работает. Видишь, руки опущенные, такой вольный стиль, типа, ты меня не попадешь. Много толкаются парни, много бегают. Александр, когда я вижу такой стиль, сразу в голове возникает нокаут. Какой нокаут? Это же не лампочка леча. Вы что, Александр? Какой может быть нокаут? Нокаут должен быть в ринге, а не в вашей голове. Аккуратно, внимательно. Александр, обычно после опущенных рук случается нокаут. Бакс. Это как, так сказать, случается, вот встречается молодой человек с девушкой, у них любовь, а потом раз и бац, и дети. Александр. Бам, вот он. Это первый звоночек. Александр, вы чувствуете? Первый звоночек прозвенел ухо. Прогремел, прогремел, да, такой шлепок. Чуть-чуть ниже, Саша, чуть-чуть ниже и будет мой нокаут. Как я тебе и говорил. Бой. Смотри, и только после этого ручки поднялись. Только после этого. Ну что делать? Надо иногда их как-то поднимать. Уже получил, и уже не такой бодрый. Хорошо, левый. Отлично, левый. Левый сбоку. Колонна. Классика. Левый на отходе так приятно получает, да? Немножко парни сбавили. Раз, два, уходит. Смотри, ныряет хорошо от ударов. Раз. Левый, правый. Конечно, не надо заряжаться. Двоечка. Колонна, не заряжайся, двигайся больше. Раз, два, мимо. Все, ушел. От обоих ударов ушел. Прижимает соперника голову. Нормально. Ну, гол. Саша, это был первый раунд. Смотри, второй раунд. Я жду вашего на аккаунт. Второй раунд. Будет красиво. Да, пьес. Сидет. Автошкола GC. Автошкола GC. Школа вождения профессионального уровня. Подготовит у вас не только успешный значок замена. Отличные секунданты помогают, распедаливают, так сказать, что делать, куда бить и когда бить. Куда уходит соперник, зачем он это делает и чего ожидать. Без секунданта, конечно, без тренера очень тяжело драться. Потому что тренер видит сбоку, как в шахматной партии. Он видит соперника, читает его и подсказывает бойцу, что делать. Если боец правильно принимает советы, это 100% нокаут. Или победа. Или вообще все на свете. Еще кое-что. Второй раунд. Напоминаю, что это колонна против доброго. Колонна парень в синим, добрый парень в красном. И вот они заряжены, как две ракеты, смотрите. Хорошее пролетело правое по носу. Еще, смотри, присел, прям лягушкой сложился, смотри, что он сделал. Хитрый фильм такой, это такой глубокий нырок. Челночок работает, есть. Ага. Есть, смотри, размен. Пошел размен. И вот разруба, Саша. Нет, разорвались. 75-80 килограмм, это хороший удар. Разорвали на дистанцию парня. И если парни будут разменяться, Саша, мое предсказание сбудется через 20 секунд. Хороший рецепт, еще. Хороший удар в исполнении колонны справа. Нет, пока подустали. Сейчас наберутся сил. Да, повисят, купленчуют, отдохнут. Саша, что не бой, то прямо радость. Да, радует зрительский глаз наши бойцы. Марш! Есть у нас поддержка. Группа поддержки доброго, отзовите. Давайте орать! Смотри, смотри, размен. Раз. Два. Сближение четкое. Парни уже работают. И тут же клинч. Клинч, но уже устали, смотри, оба устали. Ну, не совсем устали. Руки вообще, смотри, руки опустил. Вот, Саша, опущенные руки признак того, что уже ждет нокаута. Прям хочет нокаута. По вашему пророчеству, Александр, когда будет нокаут. Так сказать, Рой Джонс мог себе такое позволить, но этот парь олимпийский чемпион практически. Опа, хороший джеб. Хорошая встреча. Еще джеб. Левый. Хороший левый джеб. Группа, группа, группа. Саша, я обожаю джебы. Парни очень часто. Обожаю встречные удары. Это так красиво всегда. Да, и красиво. Двойная скорость. Выброс удара, еще ход навстречу. Прекрасно. Да, хороший момент. Опасное движение головой. Идет колонна головой в подмышку оппонента. А что делать, Саня, устали? Головой в подмышку. Воткнись, отдохни. И отдохни, как страус. Опа, удар в подсердце. Удар, да, по селезеночке. Это такая старая боксерская школа советская. Удар подсердце. Есть. Левый джеб в ухо. А вот добрый кидает левый. Устал, устал. Устал боец в синем. Устал очень сильно. Макс. Итак, мимо. Устали, парни, устали. Висят, висят. Мало бьют, мало бьют. Саша, один хороший удар. Да, держу, дорогие друзья. Это волос бокса, напоминаю. Поработать серийно надо. А лучше всего удар спрятать в серию. Подготовленную серию. Бакс. А парни пытаются друг друга кучить без подготовки. Ну что это? Вот сейчас посмотрим, у кого лучше функционал. У кого крепче голова. У кого крепче голова, лучше функционал. И ну ты понимаешь меня, о чем я, Александр. Кто как готовился, тот так и получит. Оба устали, оба вспотели. Пытался добрый ударить право на встречу, но не попал. Сокращает дистанцию оба. Вот провалил доброй колонну. Оба сократили дистанцию, бьют друг друга. Абсолютно хаотично. Да, удары действительно хаотичные и очень большой разброс. Разбрасываются руками. Третий раунд должен быть финальный, Саша. Ну что, Александр, готовьте кивнишке. Я ухожу, простите. Итак, остался еще один раунд. Поддержим наших спортсменов. Грубче, грубче, грубче. Молодцы, парни. Первый раунд технично, красиво, с хлесткими ударами. Второе уже, конечно, подустали. Уже валяются друг на друге. Уже пытаются нанести один удар. Это очень плохо. Толкаются, затянулись немного. А вот третий раунд, Саша, по идее, должна проснуться, так сказать, вторая сила. Второе дыхание. У кого? У кого проснется, Александр, второе дыхание? А вот у кого проснется, тот и победил. А поконкретнее? По конкретнее, ну, посмотрим. Служно сказать, оба мотивированы, оба очень хорошие бойцы. И я думаю, что у обоих есть шансы, реально. Секунданты, Зарин. Финальный третий раунд, готовы? Бокс! Третий раунд, бой колонны против Доброго. Ну что, справа пролетел, пролескочил, справа сбоку. Вот она, Саша, еще справа. Вот она рубка. Саша, про это я тебе говорил. Ну что ж такое-то, только начали уже висеть. Сашенька, про это я тебе и говорил. Как только ребята начнут рубиться, будет нокаут. Опять низкая голова. Добивай его, добивай ключи в зал. Отлично толкает, молодец. А лужки профессионалам вовсе не запрещены. Добивай! Отлично! Левый удар. Левый в голову. Еще кровь, все в пальце же. Однако держится Добрый. Левый в голову, правый в защиту. Нормально. Раз. Бросается с головой у своего оппонента. Смотри. Раз, внизу. Пошла серия. Рубка. Еще. Прижал канатом, добивай, чего ждешь? Смотри, даже нет сил ударить. Прихватил голову Добрый. Саня, смотри. Нет сил ударить. Стоять нет сил. А время есть. Смотри. Второе дыхание. Сейчас увидишь. Жду, не дождусь. Что ж такое-то? Опять связались. Борьба, борьба пошла. Не нужна борьба. У нас бокс. У нас боссы бокса. Пытается одним ударом сделать. Бесполезно. Абсолютно ничего снизу. Ну, где она серия? Пошла добивка. Опять привязался. Раз, корпус. Хорошо, по корпусу. А еще неплохо. Александр, сил нет. Очень приятно. Александр, нет сил. Бокс. Надо, надо поискать. Где ваше второе дыхание? Раз, два. Все, закончилось. Санек, ты его не видел разве? Это была рубка со вторым дыханием. Третьего-то не будет. Саша, извините, я про третье ничего не говорил. Второе уже выдохлось. Ну, что такое? Есть левый. Опять левый сбоку прилетел. Все, а это пошли оплеухи. С оплеухами тяжело падать, конечно. Стоп. Александр, я жду вашего нокаута. Обещанного нокаута. Бас. Ну и, ты знаешь, даже Нострадамус не все предсказывал четко, так сказать, пуля в пулю. Не надо грешить на Нострадамуса. Вот он, вот он левый. Смотри, правый. Но не попал снизу. Бей, смотри. Справа сбоку. Пассивная защита. Мощи. Ну, поработай ты у канатов-то. Поработай. Конечно. Еще. Еще серию. Сречатку не держим. Давай. Давай еще. Серию. Давай серию, колонна. Ну, еще, еще. Стоп. Что-то очень странное. Факс. Еще кровче, кровче, в протяжи. Факс. 10 секунд. Концовка раунда и концовка боя. Вот так. Стоп. Кому же пусть отдана победа в этом поединке? И где ваш локаут? Александр, готов все денежки. Все, кто голосует. Красный угол, это добрый, черный колонна. Сейчас мы выведем, кто же победитель в этой нереальности. Третий раунд уже все. Он под выдохся совсем. И уже сил не осталось даже стоять. Смотри, еле-еле достоял. Александр, вы уберете, я жду деньги за биржу. Я пошел, Александр, за деньгами. Пойду зарабатывать. Почели дело. Вы подождите лет 10, я заработаю, обязательно отдам. Через 10 лет денег уже не будет. Нет, они будут, но они будут немножко другой цены. Но не важно, я вам обязательно отдам, Александр. Я же не говорил про сроки. Как только так сразу. Старая история, Александр. Как только будут деньги, я отдам. Прикатилось. Побеждает боец черного угла Каолонна. Победа Каолонна в этом поединке. И я считаю, достаточно заслуженным. Что ни бой, то шедевр. Мне уже нравится. Боссы бокса очень крутое мероприятие. Реально, которое прокачивает в людях силу воли. И делает из простых парней настоящих бойцов. В развитии нашего реалити-шоу. Развитие событий.